Вот сегодня поставлена тема, я бы сказал, такая, которую можно раскрывать с какого угодно конца и края. Как жить сегодня? Я, правда, пошутил и говорю, так сегодня, когда это сегодня? Вот сейчас я сказал слово, и оно уже улетело в прошлое. Нет его сегодня. Всё улетает или в прошлое, или то, что будущее, а где же настоящее? Да. Ну и, правда, и в Евангелии, я когда-то читал его, и помню, было сказано, что не заботьтесь о завтрашнем. Так что, оказывается, и о завтра тоже нельзя говорить. Вот мы и оказались в ситуации. И сегодня нет, и о завтра нельзя говорить. А о прошлом вообще бесполезно. Да, так что, видите, мы оказываемся в очень сложном таком положении в отношении времени. Ну, хорошо, это всё шутки. Но без них жить невозможно. Вы знаете, как-то я недавно что-то читаю, и попался такой маленький сюжет. Лучше сказать, маленькая картинка. Картинка, но не нарисованная, нет, и не фотография. Картинка словесная. Она обратила моё внимание своей большой точностью отображения состояния христианина. А там было написано, не больше, не меньше, как следующее. Мы подобные человеку, который рассматривает какую-то очень хорошую картину, великолепно написанную, большого масштаба, и на которой изображён роскошный пир. Явство, вина, бранство, сервировка, ну, роскошь. И вот смотрит человек, смотрит, смотрит, но остаётся голодным. Наверное, понятно, почему такая картина такое напоминание обращает на себя внимание. Как раз христиане очень подобны этому человеку, который созерцает эту картину. Что мы слышим о христианстве, что мы читаем очень многое, кажется, и разумное, и доброе, и прекрасное, действительно роскошный пир предлагает нам христианство. Говорит о том, что Царство Божие нигде-нибудь находится, не в заоблачных вершинах, а, оказывается, оно находится совсем рядом, не только рядом, совсем близко внутри каждого человека. При этом мы видим не только это, мы видим иллюстрации, великолепнейшие иллюстрации из истории Церкви, которые показывают нам, что оно есть, это Царство Божие, какой действительно это роскошный пир, который предлагается каждому человеку. Мы видим, читаем о достижениях святых, то есть, я неправильно сказал, достижениях святых, о достижениях тех, кто потом стали святыми, и что они вкусили, что они переживали, око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим Его. Это действительно некий пир, и Христос Евангелий неоднократно говорит об этом роскошном пире, и в то же время говорит и о том, как относятся люди к Нему. Помните о так называемых званных на вечерю? Что такое вечерю? Ну, вечерний обычно всё-таки к вечеру уже устраивает какое-то празднество, роскошный стол, когда люди могут действительно, действительно ощутить всё торжество какого-то дня или событий, ну, и отметить его как следует, конечно. Так вы помните? Один за другим начали отказываться. Причём устроил кто? Какой-то, ну, он говорит, господин, то есть кто-то великий, тот, это царь, царственный ужин устроил он. И результат? Один за другим начали отказываться. Вообще, я скажу, притча, которая просто поражает. Это притча-то никому не будет. Человек-то не меняется. Когда Христос говорил, обращаясь там к тому народу, который его окружал, то это не значит, что он говорил только им. Евангелие, как сказано великолепно, вечная книга. И всё то, что обращено в Евангелие, кажется конкретным людям того времени, на самом деле не имеет никакого времени. оно вечно, то есть оно всегда сегодня. И вот такая картина. Роскошный царский пир. Вот пригласили нас сейчас, правда? Ой, царский, ох, интересно, а что там будет? Ринулись, кажется бы, да? Оказывается, нет, только так кажется. Ну, правда, конечно, если мы живём исключительно только вот этой материальной стороной, то, и побежали бы. Но как только речь заходит о тех сокровищах, которые именуются сокровищами духовными, то есть те, которые и наполняют именно душу человека, то есть которые только и дают человеку то, что на мирском, обычном языке именуется счастьем, так сразу тупик. Сразу тупик. Никто не хочет. Золотые россыпи, сейчас скажите где-нибудь там, или какие-то, да, все ринутся туда. Помните, в Америке была золотая лихорадка? И убивали друг друга, и грабили, и что только не делали. Представляете, интересный ум какой человеческий. Мы не верим, что он, наш ум, удивительно глупый. Идут туда, чтобы найти сколько-то золота, зная даже, какие опасности, ну и ладно, даже опасность, но может я пройду, вернусь, стану богатым. Зная точно другое, что в конечном счёте, даже получив всё это, найдя это, и принеся всё это, он же должен будет что за тем? Всё отдать. Смерть никого не милует. И вы представляете, это удивительно, ещё раз я говорю, умный человек, прекрасно понимая, что то, что ему сейчас он дали, что он получил, что это обязательно отнимется. Причём, как отнимется? Чем больше я привязан к этому, тем с большими страданиями я должен буду всё это отдать? Ну, постоянно же приходится один и тот же пример приведить. Ну, потеряли мы рубль, ну что, мы страдать, что ли, будем? Ну, конечно, нет. А помните дефолт? Сотни миллионов или миллиарды, и верёвка на шею. В полном отчаянии. Ну, как же, было 50 миллиардов, осталось 20? Ну, конечно, какая жизнь? Всё уже. Невозможно. Обязательно, обязательно всё отдадим. Всё. До последнего. Как великолепное есть выражение. Нах родился, нах и уйдёшь. Вот приходится, действительно, вот бы психоаналитикам, я не знаю кого, философам, психологам, ну, каждому человеку надо подумать, что же творится с моим умом, когда я могу отдать прям буквально свою всю душу, всё время, все силы пойти на преступления даже ужасные для того, чтобы получить вот этот, вот, вот, получить. Получить что? То, что у меня неминуемо будет отнято. Простите, где разум? Недаром Христос сказал, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». То, что необходимо. Да, конечно. Посмотрите, как он напитал пять тысяч человек, четыре тысячи человека. Это то, что насущно, что необходимо. Но разве об этом идёт речь? Совсем нет. Христианство говорит, оказывается, очень вещи такой, которые крайне неприятно воспринимаются нашим сознанием. Сознанием, которое привыкло жить вот только вот этим, что непосредственно касается наших элементарных внешних чувств, пяти чувств. Это наполняет, к сожалению, только нашу душу, и это становится только целью буквально нашей жизни. Экономика, экономическая сторона, хлеба, эстетическая сторона, развлечений. Посмотрите, что сейчас происходит. Развлекаловка. Развлечения превыше всего становятся не просто личной жизнью очень многих людей. Это всегда это было. Нет. Развлечения становятся, становятся, я бы сказал, политикой, международной политикой. Кажется, всех цивилизованных так называемых государств. Пример очень простой. Посмотрите, что получают люди, которые развлекают артисты, спортсмены, и что получают труженики, которые действительно нам помогают, я не знаю как, которые нас кормят, которые нас, эти врачи, которые нас лечат, и прочее. Сравните, сопоставьте, и вы увидите. Странное дело. Уже политика, а не личные интересы. Оказывается, что ставят во главе угла? Развлечения. Какое? Вот, сейчас посмотрел, а кто кого обогнал, кто ворота какие годы, и все и прошло, и ищем другого. Знаете, как, как что-то такое ненормальное, как некое сумасшествие. И это реальность нашей жизни, это реальность, это даже политика, еще раз говорю. Когда увлекается один человек, десять, тысячи, миллион, даже, это все свидетельствует о каких-то интересах личного порядка. А здесь возводится уже это в общие человеческие ценности. И то, что раньше римляне говорили хлеба и зрелищ, они говорили, выразили то, что, оказывается, составляет, к сожалению, великому существо вот этого величайшего неразумия, которое присутствует в человеческой жизни. Неразумие. Даже не думаем об этом, что действительно для нас являться должно быть ценностью, неотъемлемой ценностью, а что приходящее. дали вам подержать драгоценные перцы, не отняли. И за это, чтобы подержать немножко, какие преступления творятся в нашей жизни и сколько сил всю жизнь даже отдают этому. В понедельник прихожу в академию, меня встречает один монах из строя Сергея Лавры и из своей сумки достает мне какой-то огромный фолиант. Я потом взвесил его, три килограмма весит такое. Написано русский афонский отечник. Прислали с Афона мне эту книгу. Кто прислал? Ну, афониты прислали, да. Я вот я посмотрел, открыл. Правда, интересная. Интересная книга. Там собрано действительно множество, множество жизнеописаний, достаточно кратких, и их мысли, их высказывания по вопросам, как раз по вопросам жизни. Как же нам жить? Что нам делать? Как относиться к тем реальностям, с которыми мы сталкиваемся? Кажется, монахи. живут на Афоне, что не могут знать? И невольно читая их, я вспомнил один замечательный образ, о котором упоминает святитель Игнатий Бринчанинов. Он говорит, барометр висит в комнате и, может, от всех закрыт и никогда на улице не появляется, но он точно показывает, что будет где? на улице. Показывает погоду. Барометр закрытый. Это очень интересно. Я когда читал, немножко посмотрел. Так, действительно, оказывается, может быть, лучше всех, кто понимал суть дух и, я бы сказал, основную направленность, что ли, жизни, это те, которые, как ни странно, кажется, удалились от мира, жили вне его. И что пишут? Удивительные вещи. Я вот посмотрел один из них, это русский, слышите, это русский афонский отечник. Издание, кстати, этого года, 2012 года, только что издал Пантелимон в Афонский монастырь. Новая совсем книга. Вот один из них, Тимофей Валаамский. Валаамский потому назван, что он начал свою монашескую жизнь на Валааме. Потом он оказался на Афоне. И вот он пишет об одном очень таком важном моменте. Ведь все мы переживаем в своей жизни очень немало скорбных минут. У всех бывают беды, печали, скорби, нестроения. Многое, что бывает. Это факт и бесспорный. Это действительно. И вот он говорит об этом. и любопытная его краткая фраза, очень сильная и очень, как кажется, очень точная, точная выражает самую суть дела. Он говорит, не терпеть скорби, это значит, значит, себя приносить в жертву бесу. интересная мысль какая. Интересно и чем? Он указывает на очень важную сторону нашей жизни. Оказывается, христианство говорит о том, что мы больны, духовно больны. Я о физической стороне не говорю. Вот об уме сейчас мы поговорили только чуть-чуть, немножко, совсем. мы больны. А если больны, то следовательно, болезни обязательно будут сказываться. Сказываться как внутри нашего душевного состояния, так и в нашей даже внешней жизни. Как относиться нужно к этому? Конечно, больной может и кричать, и вопить, и всех на свете поносить, и ругать. Он говорит, нет. В данном случае есть очень важные, необходимые свойства, которые нужно сделать свойством человека. какое? Оказывается, необходимо терпение. Сегодня, то есть, в тот момент жизни, который оказывается вот сейчас, а не когда-нибудь, сегодня, а не когда-либо, оказывается терпение крайне необходимо для человека. Почему? Нетерпение усиливает страдания многократно, на порядок, и может даже бесконечно усилить. в том, что некоторые люди доходят до суицида. Христианство указывает на тот момент, который помогает человеку, указывает человеку средство сохранения себя в том состоянии, которое принесёт ему благо, отступление от него, принесёт ему страдания, муки и несчастья. Как к этому прийти? Вот опять-таки, вы извините, что я обращаюсь к нему, можно обратиться к кому угодно, но это только что вышла книга, и всегда интересно. Мы же все любим что-нибудь новенькое, правда же? Хотя бы там и было написано старенькое, но хорошо забытое, естественно. Так вот, он говорит о таких вещах, которые, читаешь и думаешь, как далеко мы ушли от основ христианства, от основ христианской жизни. Он говорит ни о чём ином, как сейчас назову слова такие, что даже это и не знаю, что делать. Он пишет о том, что без умной молитвы невозможно не победить страсти не достичь никакого духовного совершенства, никакого единения с Богом, то есть этим с благом, которого мы так ищем, без умной молитвы. Что это такое? Об этом вообще всё и утрачено даже. И как, и почему, и с какой стати без неё это невозможно? Почему? И что это такое? Вы знаете, беда наша состоит в том, я говорю, беда вообще человечества и беда, к сожалению, христиан состоит в том, что утрачены основополагающие понятия нашего христианской веры. Вот он говорит, вот какая-то умная молитва, это такое великолепное средство, которое, оказывается, даёт возможность человеку свободы от страстей. Это то средство, которое, оказывается, спасает нас от всех тех раздражителей, скажем так, которые нас мучают, которые приносят нам постоянные скорби, несчастья и так далее. Более того, оказывается, это средство, которое соединяет нас с величайшим благом, благом, которое именуется любовью или Богом. Это в данном случае одно и то же. Вот средство. И что это такое? Понимаем ли мы, современные люди, что это такое? О чём это он говорит? И почему это средство столь оно действенно, столь сильно и столь привлекательно поэтому? Нужно сказать, что нет религии, неважно какой, в данном случае христианской, в данном случае православной, нет никакого православия в человеке, если он не прибегает к молитве. Причём, молитве о чём? Не о том, чтобы что-то не болело, что-то не было какого-то несчастья или избавить от такого-то страдания. Это тоже материализм, вы же понимаете? Тоже материализм. О чём заботится человек безрелигиозным? Ну, понятно о том, чтобы избегать всяких внешних неприятностей в жизни и, напротив, иметь как можно больше удовлетворения. Не об этом. Как только сказали мы слово «религия», мы сразу обращаем взор туда, вверх, к Богу. мы говорим о том, что именуется духовными ценностями. Молитва, оказывается, это является вот той огромной ценностью, которая совершенно изменяет человека. Она только делает человека религиозным. Религия без молитвы – это не религия. Вы слышите? Это не религия. Поэтому тот человек, который не приучает себя к молитве, он не религиозный. Религия – соединение человека с Богом, соединение. А где происходит соединение? Только в молитве. Слышите? Только в молитве происходит соединение. Молитва – это тот выключатель, который включает или выключает свет, в данном случае, жизни. В молитве только это возможно. Но вот молитва-то, оказывается, может иметь разные ступени, разные уровни, разную силу. И даже более того, что в высшей степени важно, молитва, оказывается, может быть верной, а может быть глубоко неправильной. Может, молитва, которая действительно будет очищать человека, а может, молитва, которая будет губить человека. правда, удивительно, как это, молитва, губить человека. Разве возможно такое? Только тот, который никогда не читал, может, не знакомился со святоотеческими творениями, может, изумиться этому. На самом деле, есть такое понятие, как прелесть. Прелесть, то есть мечтательность, стремление к тому, к чему я ещё совершенно не готов. И, оказывается, в молитве то же самое может быть, когда человек, не зная, как правильно молиться, может начать мечтать о высших состояниях, о которых вдруг он неожиданно где-то такое что-то прочтёт. И для человека, оказывается, это бывает гибелью. Он начинает применять внешние методы физические, психические, начинает искать наслаждение в молитве. Слышите? Наслаждение. Начинает ожидать благодати, особых даров. Как мне один епископ из строя Сергия Лавра, когда он был монахом, говорит, ко мне рабочий один подошёл и говорит, вы прозорливы или нет? Я говорю, да нет, не прозорливы. Что вы делаете здесь? Уже пять лет в монастыре и ещё не прозорливы. Что ж это прок какой у вас от этого? Вы слышите, оказывается, молитва, чем человеческое сознание может быть занято исканием духовных наслаждений, даров, благодатных состояний и так далее. Это губительно. Почему губительно? Да потому, что здесь мы встречаемся с чем? Уже с исканием чего? Наслаждение, только другого порядка. Можно физических, а можно эстетических, а можно, оказывается, даже и духовных. И всё это искажает душу человека. Ведь само слово молитва-то что означает? Когда кто начинает молить другого человека? когда погибает? Да ну, помогите! Разбойники напали, помогите! Слышите, когда? Что такое молитва? И когда вдруг это самое священное, что есть в религии, превращается в источник, в источник чего? Неискание спасения от чего? Поговорил об этом? Неискание спасения, а искание наслаждений, тогда это превращается в безумное делание. Недаром, когда к одному опытному пришли Серафиму Романцову, пришёл монах и сказал, что он имеет непрестанную молитву, так? Ты ему ответил, этот отец Серафим, нет у тебя никакой молитвы, а ты только привык к словам молитвы, как другой, как иные привыкают к руганию. Оказывается, можно в молитве как привыкнуть, болтать молитвы. Что проку тогда от этого будет? И вот человек всю жизнь, христианин, православный, и всю жизнь болтает молитвы. То есть, читает одним языком, часто бессмысленно, с отсутствием внимания, уж не говорю с отсутствием, с отсутствием того самого главного покаяния. Что проку тогда от этого? Какой же должна быть молитва, когда она действительно оказывается для человека действенным средством, средством его исцеления? Три условия, по крайней мере, на самом деле их больше, но, по крайней мере, три важнейших условия, которые необходимо знать каждому человеку. Это внимание. Ну, не могу же, ну, не можем же мы разговаривать с человеком и не обращать на него никакого внимания. Кажется, говорим с ним, а сами болтаем с кем угодно. Это что такое будет? Ну, оскорбиться и больше ничего. А к Богу как? Читаем молитву, а на самом деле бродим по всему миру. Первое основное свойство – молитва. Внимание в молитве. Второе свойство – это благоговение. Нельзя сидеть и читать молитву, на ганану вот так повернуть, да еще сигарету в зубы. Господи, помилуй! Правда? Ох, какая молитва изумительная! Правда же! С благоговением! И, наконец, поскольку это молитва, а не что-нибудь, это же молитва, значит, требуется что? Ну, покаяние, молитву. Я прошу, прости меня, Господи, помилуй меня, Господи! Покаяние необходимо. Эти три важнейших условия только делают молитву молитвой. Значит, совершенно неверно, когда человек ищет наслаждение. Глубоко ошибочно, когда человек удовлетворен вычитыванием молитв, то есть занимается самообманом настоящим. Слышите? Самообманом. Или на богослужение пришел, был, был, где был? Где был? Василия Блаженного? Вот, Василия Блаженного, нашего, московского, как-то спросили, народу-то много в храме? Он ответил, да два человека. А храм был полон. Полон храм народа. Два человека. Действительно, можно прийти в храм и не побыть в нем. Но галочка есть. Мы же знаем, что такое галочка. Что? Это же самое главное. Главное отметиться. И душа спокойна, и совесть спокойна. Все, сделал все, что можно. Почему об этом идет речь? И действительно, это важная тема, как жить сегодня. И мы ищем, не знаю, каких только средств, да, и способов, и методов, и условий чего. Какой, о какой жизни идет речь? Ведь ясно, если бы речь шла о какой-то экономике, о бытовых условиях и так далее, то это надо, знаете, обращаться к соответствующим людям. Там, к работникам ЖКХ, например, или к Министерству внутренних дел, сельского хозяйства, промышленности. Мы так ставим этот вопрос, как жить сегодня, с какой точки зрения, что скажет религия, что скажет православие, как жить сегодня. Оно называет интересные вещи. Во-первых, оно говорит, Христос вчера и днесь, то есть и сегодня, и во веки тот же. Мы все время забываем, как будто Христос это был две тысячи лет тому назад, и тогда он, конечно, он помогал кого-то, исцелял кого-то, напитал кого-то. Ну, вот, видите, повезло людям. А потом вознесся, и все, что теперь сделаешь? Нет, он сам сказал, вчера и днесь, той же и во веки, тот же. Ас есть с вами, по-славянски, ас, я, есть с вами до скончания века. Какого века? Вот, нашего бытия, как личного для каждого человека, так и для всего человечества в целом. С вами до скончания века. Если бы только это, к этому отнестись серьёзно, тогда бы мы поняли, как жить сегодня. Об этом говорит вечная книга, называемая Евангелием. Она обращает всё внимание человека на что? На внутреннее состояние, на сердце, на душу человека. Тот, кто когда-то читал, может быть, Евангелие, а может быть, даже и послание, особенно апостола Павла послание, тот, наверное, обращал внимание на удивительные вещи. Апостол Павел особенно, это говорит, ярко и сильно, что человек не оправдается делами закона. Мы спасаемся только верою, а не делами закона. Что такое? О чём идет речь? Это очень важно понять. Под делами закона разумелось в Ветхом Завете и сейчас. Разумеется, что это вся внешняя сторона религиозной жизни человека. Внешняя сторона. В иудаизме там было очень много, много всяких требований, правил. Ну, помните, как там говорят, омовение кружек, скамей, в субботу не смей ничего, не смей сделать, и так далее. Помните, Христос исцеляет в субботу, исцеляет человека, а его обвиняют. даже выходит заговор, хотят убить даже за то, что исцеляют в субботу. Нарушение чего? Закона. Вот этой внешней стороны человеческой жизни, человеческого поведения, если хотите, вот что такое закон. И действительно, никакими делами мы же сердце своё очистить не можем. Что бы я ни делал, как возможно очищение сердца, как возможно получение вот того блага, которое именуется Царством Божиим, находящимся внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть. Как это возможно? И вот здесь мы видим, что вся эта внешняя религиозная сторона, она должна только помочь человеку, помочь ему концентрировать все свои усилия на сердце, на очищение сердца, ибо блаженно чистые сердцем, и они узрят Бога. Это очень важный момент в христианской жизни. Когда мы говорим, как жить сегодня, то что мы можем сказать? Вот говорят, ну что, ну надо вот ходить в церковь, так, ну да, исповедоваться, причащаться, хорошо? Да, конечно, хорошо. Собороваться, да, к святыням съездить, да, давать милостыню, ну конечно, все кажется хорошо, но вы слышите, какой это план? Поверхностный. Я могу всю жизнь ходить в церковь и исповедоваться, и причащаться, и каким был, таким остался. Ой, какая беда! Всю жизнь, десятки лет моя душа осталась точно такой же. Какой? Какой? Все страсти у меня в душе. И гнев, и зависть, и тщеславие, и раздражение, и ревность, и чего только нет, чего только нет, все остается. Вы слышите? Ой, какой важный момент! Когда мы говорим, как жить сегодня? Разве только об этом мы должны говорить? Только об исполнении внешних церковных предписаний. Что вы? Обратите внимание, чем наполнены Евангелия? Ведь же каждый читающий должен просто удивиться. Христос ни разу не осудил. Ах вы, воры! Ах вы, разбойники! Но непрерывно осуждал. Горе вам! Фарисеи стали нарицательным именем стало. Ведь фарисеи, вы знаете, кто такой фарисеи? Кто давали, выражусь современным словом, но оно так и есть, обеты самого тщательного исполнения всех, всех предписаний закона Божия. Понимаете? То, что современное монашество. тщательное исполнение всех предписаний. И вдруг горе вам, фарисеи! Это что такое? Дают обещание исполнить тщательно закон, закон Божий, а не кого-либо. И горе вам, фарисеи! Горе вам, книжники! Вот это жалко, конечно. Потому что книжники – это богословы, понимаете? Вот тут бы не надо бы говорить. Но он сказал всё равно. Сказал. Почему? В книжнике они всё знали, весь закон. Знаете ли, до мелочи, знали все предписания такие, знаете, где и как что понять, что правильно, что неправильно. Всё вам опишут, что там и в раю, и в аду, и где угодно. Ну, всё знают. Ну, книжники, ну, как же. На то они и книжники, богословы, то есть. Да, всё расскажут. Горе вам, книжники! И при этом, что прибавляют? Лицемеры. Вот это интересно. Ну, почему это фарисеи, книжники, и значит, они лицемеры-то? Законники, почему же лицемеры? Мы касаемся очень важного вопроса духовной жизни. Оказывается, когда человек видит, что я всё исполняю, вы слышите? Я пощусь, соблюдаю все посты, вы слышите? Я хожу в церковь, ставлю свечки даже, подаю упоминания и не перепутаю, кого за здравие и кого за упокой. Ни за что. Так? Да, я исповедуюсь, подхожу к батюшке под фарточек, то есть, и Петрахиль, так иногда называют. Под Петрахиль, батюшка, да, у меня нет никаких грехов. Да, разрешите меня от них. Батюшка, правда, обычно отправляет их, говорит, ну, нет, вам нечего тогда тут и делать. Идите прямо в рай. Да. Так? Я к чему говорю? Все исполняю. Вы чувствуете? Как себя человек уже чувствует? Я не такой. Ох, какая прекрасная фраза у Феофана Затворника. её мои студенты знают все наизусть. И как только я её произношу, у них рот до ушей. А фраза эта такая, она замечательная. Сам дрянь дрянью, а всю твердит, мне смь, як уже прочие человецы. Слышите? Я не такой, как прочие люди. Я всё исполняю, а богословы всё знаю, до чего же хороши. Законники всё по полочкам вам разложат. Вы понимаете, какие вещи. Почему об этом приходится говорить? Человек, который действительно, действительно, всю суть христианства видит только в исполнении вот этих внешних предписаний, он и не обращает внимания на самое главное. Так, о чём поговорим? Так, то у него действительно, действительно, нарождается тщеславие, самомнение, гордыня. Более того, все страсти в его душе это сохраняется и начинается лицемерие. Почему Христос всё время, всё время это прибавляет горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры? Лицемерие появляет. Ну, хочешь же показать себя, как он на самом деле святой, а то вдруг вы не увидите моей святости. Что тогда делать? Самообман, когда человек всю суть православия увидит в этих внешних вещах, непрерывно ездит по всяким святыням, целует всякие иконы и мощи, и чего только не делает, а попробуйте подойти к нему, да, попробуйте что-нибудь только не так сказать или не так сделать, и вы в ужасе отскочите от этого праведника. Избави Бог! Самое страшное, что может произойти в человеческой душе, это чувство своей праведности. Всё! Человек погиб. Блеск Паскаль, всем нам известный, со школьной скамьи, недаром говорил, есть только два типа людей, два типа верующих. Одни из них грешники, но которые видят себя праведниками. Другие действительно праведные, но которые видят себя грешниками. Суть религии, суть православия, оказывается, стоит не в этом исполнении вот этих внешних предписаний. Здесь, оказывается, человек стоит перед угрозой, перед страшной опасностью возомнить о себе и превратиться из грешного человека в сущего сатану, в дьявола настоящего. Не в этом суть. В чём же суть? В чём она, эта суть? В том, чтобы принять решение жить по заповедям Евангелия, слышите? Не просто по церковному становлению, которое является только помощью, слышите? Все таинства даже являются только, могут являться помощью при правильном отношении человека. Суть же состоит совсем другом. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, говорит Господь. А в отношении этих внешних предписаний, посмотрите, как он, Христос, относился. Упрекают его учеников, апостолам, потому, что они в субботу растирают колосья, это же страшное преступление. Видите, хлеб мелют. Работа же. Работа, представляете? Ну, неважно. И он что? Он вместо того, чтобы сказать ученикам, ну, не надо так делать. Он со всей силой этим фарисеям говорит, а вы что делаете? Ни слова обвинения даже против учеников. Исцеляет в субботы. И это постоянно, просто буквально на каждом шагу. Всё Евангелие наполнено. Куда же обращено оно? Блаженный, чистый сердцем. И он показывает, кого в пример-то ставит Христос. Вы только подумайте. Вот этим всем праведникам, на самом деле, лже-праведникам, кого в пример ставит. Вспомните только замечательную притчу о мытаре и фарисее. Помните, фарисей вошёл, он же праведный, вперёд, благодарю тебя, Господи. И начал перечислять свои добродетели, что я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь. Какой этот? Вошёл действительно этот мытарь, сборщик. Ну, сборщик налогового. Ну, а тут, знаете, деньги прилипают же они к рукам, как, ой, как здорово. Надо взять десять, он берёт одиннадцать. Вот, один прилипает к нему, в карман идёт. Поэтому их терпеть не могли все, этих мытарей. Так он пришёл, он видел, кто он. Вор. Так он не прошёл же в храм далеко. Он встал только у самых дверей. Он бил себя в грудь и говорит только одно – Боже, будь милостив мне, грешнику. Слышите, какое покаяние! И притча чем заканчивается? Оказывается, этот мытарь вышел оправданным, а не фарисей, который исполнял все внешние требования. Правда же, интересно. Причём, Христос никогда не говорил, что не надо исполнять этих внешних церковных предписаний. надо, но надо понимать, что это только одно из средств, вторичных средств, необходимые, но совершенно недостаточно. Не в этом суть дела. Обратите внимание на такой потрясающий факт, беспрецедентный, кстати, в истории религий. Беспрецедентный совершенно. Какой факт? Кто первый в рай вошёл? бандит. В какой религии такой вы найдёте? Кощунство скажут. Никогда этого не было. Бандит первый вошёл в рай, у которого руки по локоть в крови. Это что такое? За что? Что он сделал? Что он исполнил? Что он исполнил? Да ничего не исполнил. Сам сознался, достойное по делам нашим мы получили. То есть ничего не исполнил из того, что именуется законом Божьим. Слышите, законом что такое? Ещё раз повторяю. Не смешивайте заповедями. Законом называлось исполнение внешних вот этих религиозных предписаний. Заповеди это другое. за что? Слушайте, он ничего не сделал. Но от всей души он покаялся. От всей души он смирился. Смирился. Увидел своё ничтожество, увидел свою греховность. Он прекрасно видел, что во веки веков ему не быть никогда в раю, как этот праведник. Поэтому он обратился к праведнику, к этому Иисусу. Помяни меня ты. Вы знаете, там сказано Господи. А дело-то, вы знаете, в чём? Что слово Господи может означать и Господин, и Господь Бог. В данном случае недостаточно оснований думать, что разбойник этот правый увидел в нём Бога. Но что он увидел в нём праведника, который был распят ни за что, а только по злобе и зависти человеческой, он не сомневался и слышал даже, наверное, помяни меня, Господи, во царстве твоём. Ты там будешь, ты там меня помяни, я там никогда не буду. Вот, оказывается, где суть христианства. Слышите, кто? Если кто слышал о мытарствах, никаких мытарств сегодня же будешь со мною в раю. За что? За это удивительное, потрясающее, это покаяние, смирение, удивительное смирение осознал человек всю гадость своей жизни. И хотя бы в последний момент, последний момент раскаялся, отрёкся от всей этой грязи, от этой крови, от этих насилий и убийств, которые совершал он, отрёкся он этим всем. Вы слышите? Произошёл духовный акт отречения от всего того зла, который он совершил в своей жизни. И это Христом, как названо, первый в рай. Вы слышите? Первым оказался спасённым. При этом, при этом, ещё раз обращая внимание, без прохождения вот того, о чём мы все слышали, что мы знаем там мытарство, двадцать мытарств, такие-то истязания, никаких сегодня же в раю. Никаких трёх дней, девяти дней, сорока дней, а сегодня. Вот как жить сегодня-то оказывается, призваны люди. Если мы действительно хотим, хотим достичь той цели жизни, которая стоит перед каждым христианином, не о мирской стороне жизни мы говорим, об этом пусть говорят другие люди, мы говорим о христианстве, о христианстве говорим. Вот оно, где центр, вот к чему призывается человек, вот что ставится в пример. К сожалению, оказывается, это трудно. Трудно увидеть, что я хуже других. Я всё время вижу себя лучше. Ну, по крайней мере, не хуже, это точно. Даже грехи есть? Ну, есть, а у кого их нет? Вы слышите? И я опять хорош. Опять хорош. И всегда хорош. Когда я опаздываю на лекции, все уже студенты знают. Я говорю, кто виноват? Они, нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, не вы. Я говорю, молодцы, правильно. У вас всё-таки есть некая богословская база уже такая разумная, правильная. Да, я никогда не бываю виноват. Всегда все вокруг меня виноваты, но не я. и, кстати, одним из таких очень, очень таких, ну, ярких симптомов моего состояния, что является непрерывное осуждение всех и вся. Особенно всех высших. Вот тут уже все, и Путин, и Медведев, и Патриархи, и Архиереи, и чиновники, и все. Один я хороший только, вы слышите? Они все такая дрянь, что я просто даже не представить себе, вы же не можете. Один я только хороший. Вот дать бы этому хорошему поставить на это место, тогда бы он узнал, почем фунт лиха. Вы слышите? Какое-то безумие. Вижу себя лучше всех на свете. О чем это говорит? Как далеки мы от христианства? Как далеки мы от того, как нужно жить сегодня? Нужно стремиться все-таки к заповедям. Заповеди чем являются-то? Заповеди чем являются? Что это, приказом, что ли, Богом? Ну, что вы? Заповедь это прежде всего, это изображение, изображение нормальных человеческих свойств. Каких? Ну, будь ты милосердным к людям, великодушным, помогай неимущим. Относись с вниманием, не обманывай, не лги, не притворяйся. Так вот, христианство и призывает. Заповеди это есть изображение свойств нормального человека. Вот норма, есть. Вот эталон, эталон метра, говорят, где-то он в каком-то подвале там хранится в Париже. Как узнать, это сколько тут? Метр? Девяносто? Как? Надо эталон приложить. И мы увидим. Правильно мне отмерили там в магазине, когда материал покупаю? Метр или не метр? Эталон нужен. Вот он, эталон человечности, где он дан. Заповеди Христовы – это эталон того нормального человека, о котором только и трубят. Человек с большой буквы, новый человек. Создадим нового человека с новыми свойствами. Ай-яй-яй! Вот он, эталон. Он дан. Заповеди – это как раз изображение новых вот этих свойств по отношению к нам. Свойств нормального человека. Вот он. Что это такое? А вовсе не предписание сверху Господь Бог приказал. Вот надо делать то-то, то-то, то-то. Да ничего подобного. Так же и грех. То, что называется грехом. Это опять не есть какой-то, знаете ли, закон. Издал Господь Бог, и вот этого нельзя делать. Да ничего подобного. Ну, что вы! Грех – это предупреждение Божие. Предупреждение Божие человеку, поскольку Бог есть любовь. Смотри, не делай вот этого. Если ты не хочешь себе, конечно, неприятностей. Не хочешь неприятностей? Ну, не обманывай. Ты сегодня обманул, кажется, всё хорошо, а потом выявилось. Какой позор! Не обманывай, не лки, не лицемерь, не занимайся лестью, не воруй, ну и так далее. Слышишься, оказывается, что такое, что называют грехом христианство. Все те вещи, все те вещи, которые, которые для меня являются ничем иным, как ударом по моей душе и по моему телу. Это то зло, которое я себе причиняю. И Бог, будучи любовью, предупреждает об этом, как мать предупреждает ребёнка, как отец спасает своего сына от каких-то гадостей, которые могут быть. предупреждает об этом. Вот, оказывается, что такое заповеди и что такое грех. Не какие-то предписания свыше, не предписания, не требования Бога. Нет. А действие любви Божьей, открывшей нам, что есть добро для кого? Для нас. И что есть зло для кого? Для нас. Какое-то великое благо. Ведь вы же знаете, все вещи, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, Кроха, сын, пришёл к отцу. Так? Мы же помним, как это важно знать. Как это важно, когда мы попадаем в какую-то необходимую, сложную ситуацию. Как важно знать, как поступить. Мы же спрашиваем, и как мы бываем благодарны, когда человек нам подсказывает, так и здесь тоже самое. Нам подсказано, вот где благо, и вот где твоё страдание, твои скорби, твои несчастья. Выбирай, человек, ты свободен. Понимаете, Бог не отнимает свободы от человека. Показывает, живописует, но оставляет свободу за человеком. Но есть закон при этом. Как и всякая болезнь. Когда говорят, нельзя вот это отравленное пить, вам будет очень плохо. Здесь это очень вредно. Сначала пьют, ничего, всё кажется, а потом начинается. Потом начинается боль, начинаются болезни. Но говорили же, нельзя этого делать. Тебе же предупреждали же. Зачем ты это делаешь? Предупреждали. Так и здесь. Вот оно предупреждение, где находится. Вот где находится это предписание. Евангелие, вечная книга. Как жить сегодня? Ну, конечно, надо сопоставлять свою жизнь с Евангелием. А как же иначе? А как иначе? Что, может, какие-то другие нормы? Может, по Карле Марле жить? Или по кому? Или по Фрейду Юнгу жить? По кому жить? Прикажете. Где нормы? Какие? Где наше благо? Если бы только мы почаще обращались к Евангелию серьезно. Если бы поняли, что, оказывается, Бог никому не диктует ничего, а человек богоподобен в своей свободе, нам предоставлено жить. Вот тебе, человек, добро для тебя, и вот зло. Но ты свободен. теперь знаешь, человек, как жить? Или ты хочешь узнать еще больше? Можешь узнать. Как? Евангелие – это основа. Но на этой основе построили свою жизнь множество людей, которые достигли действительно той цели, того смысла, к которому должен стремиться человек. Какой цели они достигли? Вот того Царства Божия, о котором говорит Евангелие. Евангелие говорит вот как. И вот множество людей мы находим в истории Церкви, которые взяли эту карту, взяли эту рецептуру и начали тщательно, тщательно поступать по ним. при этом они увидели, какие на этом пути, на этом пути какой жизни? Духовной жизни. Что на этом пути требуется? Что является главным? Что является второстепенным? Какие опасности стоят на этом пути? Что необходимо делать? Речь идет о таком о святых отцах. О святых отцах подвижников, подвижников, которые вдруг сами-сами решились вот осуществить то, о чем говорит Евангелие в своей жизни. Их труды, я вам скажу, это же неоценимые сокровища. Они же все описали, оставили нам этот путь. Эти рецепты все оставили для каждого человека. Не надо при этом думать, что будто бы когда мы говорим о святых отцах, то мы говорим о том, чтобы не есть, не пить, не спать, не жениться, не выходить замуж и так далее. Какой вздор! Ничего подобного! Ничего подобного! Разве Христос не ел и не пил? Вы знаете, как его называли? Он же о себе сказал. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. И его друзья в кавычках назвали бес в нем. Пришел Сын Человеческий, это Иисус Христос. Говорят и ест, и пьет. Пьяница и обжора. В переводе на русский язык именно так. Вы слышите, что Христос-то показал? Пожалуйста, его приглашают в гости, он идет. Он постоянно общается с людьми, он проповедует. Не требуется от нас вот того уровня, на который способны исключительные люди. Вот эти подвижники и аскеты в пустынях и в затворах, которые были, это люди, которые родились с пятью талантами, если взять вот эту вот притчу его. Действительно, это просто природная, удивительная сила, с которой они рождаются, это стремление к осуществлению вот этих идеалов. Так же, кстати, точно так же, как рождаются люди с музыкальными задатками, например. Посмотрите, да их ничем не остановишь. Они только этим и занимаются. Или шахматисты, пожалуйста, или художники. Это невозможно. Сидит, он тут же напишет, я не знаю, тут же уже все набрасывает, на клочке бумажки, но напишет. Или стихотворение, что угодно. Они не могут это, понимаете, вот этот талант, который бьет у него, как вот ключ, какой мощный, бьет. Это надо понимать. Но то, чего они достигали, конечно, для нас, бедных, это практически невозможно. Но они показали путь от начала до конца. К чему способен человек? Что он может получить? В каких условиях? В любых. В любых. мы живем среди мира, как и Христос жил среди мира. Апостолы постоянно находились опять в самой мирской буче, что называется. Оказывается, все мы можем, можем, оказывается, жить, жить по Евангелию, все можем. Но более того, скажу, да, ошибаемся, да, грешим, конечно, есть величайшие средства, которого, к сожалению, нет в других религиях, покаяния. У нас есть возможность искреннего покаяния. Мы можем омывать вот эту всю грязь, пыль и прочее, которая наслаивается на нас. У нас есть это. И у нас есть средства, важнейшие средства, это молитва. Никто нам не мешает молиться. надо понять, кроме самих себя. Призывают же эти все подвижники, но вы не можете, конечно, быть аскетами, и с вас никто не требует. Никто не требует. Живите, живите, но не забывайте, пожалуйста, как можно чаще сидите, стоите, идёте, где угодно, кто мешает вам, минуту, несколько секунд произнести несколько раз эту замечательную молитву, оставленную, заповеданную нам всеми отцами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня от всей души с полным вниманием, с благоговением, никто не видит. Вы просто угнулись, отошли в сторону, да просто замолчали. Кто мешает? Вот оно, действенные средства соприкосновения ни с кем-нибудь, а с самим источником всякого блага Богом. Вот оно, в руках у нас, это действенные средства. Трудно это произнести? Трудно разве? Нет времени? Что за самообман, самооправдание? Есть и время, и возможность. Поэтому для того, чтобы жить сегодня, в наших руках, оказывается, находятся великолепные оружия, прекрасные средства, которым надо пользоваться, пользоваться, а особенно в наших скорбях, а в наших неприятностях, а в наших нестроениях, а в наших расстройствах, а в наших спорах, в семейных неурядицах, как важно как можно чаще прибегать к этому великому средству. Все те, кто воспользовались этим средством, все говорят, какое это благо. На моих глазах произошел один очень интересный случай. Когумно Никону Воробьеву пришла женщина из деревни и говорит, батюшка, я не могу, я в отчаянии. Что такое? Я одна, никому я не нужна. Скука, не с кем мне и поговорить, уже все неинтересно. Одна пустота какая-то, из пустого в порожнее. Я просто в отчаянии, помогите. Он говорит, хорошо, хорошо, говорит, вот я тебе советую, попробуй вот теперь, вот сейчас ты пойдешь и попробуй. Как можно чаще, как можно чаще, но только с вниманием произноси вот эту молитву. Это молитва Иисусова. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Как можно чаще, постоянно произноси. Она очень простая женщина такая, говорит, спаси Господи, батюшка, спасибо, хорошо, я постараюсь. И знаете, это вообще случай, видимо, уникальный. Через год она приходит. И вы знаете, с чем она приходит? Она приходит со слезами благодарности. Батюшка, мне теперь никого не нужно. Я в такой радости, вы меня просто спасли, спасли мою жизнь. Я теперь в радости. Вы слышите, батюшка? Он говорит, слышу, слышу, понимаю. Счастье получила эта женщина. И много ли требовалось? Вот, оказывается, как надо жить сегодня. Не надо же нам за облачные вершины куда-то залетать. Надо обратить в конце концов внимание на свое сердце, на свою душу. Причем есть средства, которые ни от каких условий не зависят. Тот же игумен Никон говорил, когда он сидел в лагере, кстати, как он говорит, со шпаной. Это ужасно. И он говорил, тогда молитва Иисусова, ой, как легко даже действовала в душе. Как она спасала от этих ужасов. Это ужасов. Особенно он говорил, больше всего мучил, даже не голод, даже не холод, даже не эти отношения шпанинские. Больше всего, говорит, меня мучило. Он был очень тонким, чувствительным человеком. Больше всего меня мучило. Это непрерывная, отвратительная ругань. Для человека вот такого чувствительного, видите, что для него было? И он говорит, молитва Иисусова только спасала меня от всего этого. Какое великолепное средство. Я думаю, что стоит нам не забывать об этом. Стоит. вот как надо жить сегодня. Не нужно, не нужно ни мечтаний никаких. Заниматься молитвой как можно чаще. Искренне исповедоваться, причащаться, хотя бы разочек-то в месяц. Как это помогает нам в три, в четыре недели причащаться, стараться, насколько можно почитать, считайте святых отцов, потому что там они находимы в них, не только назидания очень полезные. Но вы знаете, что? Тот, кто хоть немножко попробует читать, хотя бы по две-три странички увидит, какая сила благодатная исходит от этих прекрасных строк святых отцов. Особенно рекомендую, конечно, творение Игнатия Принчанинова. Особенно. Сейчас он продается. Каждому христианину надо иметь вот эти томики. надо купить, иметь и заглядывать, и понемножку прямо читать их надо. И, конечно, его учеников, Игумена Никона Воробьёва, письма Лаамского старца, который напишет современным уже языком, доступным, где ясно излагается, как жить сегодня. Очень актуальный вопрос, с него, наверное, следует начать. Видимо, он продиктован, так сказать, буквально окружающей действительностью. Алексей Ильич, существует мнение, что мусульмане верят в того же Бога, что и мы. Ну, дальше вопрос касается личных отношений, видимо, какого-то спора, который имел место между тем, кто этот вопрос задает, и другим человеком. Ну, в общем, существо вопросов совершенно понятных. Спасибо. Да, это вопрос, который сейчас приобретает особую актуальность. Я немножко бы его чуть-чуть изменил. Вопрос идёт не только о том, что христиане и мусульмане. Сейчас тенденция куда более сильная и масштабная, которая буквально внедряется в сознание людей. Что, оказывается, все религии верят в одного и того же Бога, только просто по-разному его понимают. Эта тенденция направлена на очень серьёзную и страшную вещь – смешение всех религий, на полное безразличие, какой религии вы принадлежите. И, следовательно, на полное безразличие того, каким путём духовной жизни должен идти человек. ибо каждая религия имеет свой указывать свой путь, свой путь духовной жизни. Вот эта тенденция сейчас очень сильна. Она просто всюду пронизывает сейчас, особенно западное христианство. Конечно, вам, наверное, не приходится читать особенно, но что вы, Папа Иоанн Павел Второй Папа с 1986 года начал проводить конференции представителей всех религий, включая шаманские религии, слышите, и проводить так называемые общие молитвы. С тех пор они идут, и там действительно собираются очень много людей. И основная идея всех их такова. Все религии верят в одного и того же Бога. Ну, теперь повторюсь ответить. Уже не касаясь даже мусульманства, я просто хочу сказать, шире это поставить вопрос. Это идея коварная и страшная, поскольку дезориентирует совершенно жизнь человеческую. Я не знаю, куда. Не всё ли равно, во что верить, правда же? Вы слышите? Не всё ли равно. Нет. Дело вот какого рода. Что, когда мы говорим о Боге, то мы должны же понять, по крайней мере, и мы, христиане, и, кстати, и мусульмане, понимают, Бог есть дух. Дух. И что значит, когда мы говорим Бог? В данном случае можем говорить только о чём? О том образе Бога, который присутствует в данной религии, об образе Бога. И в каждой религии образ Бога очень различен. Подчас эти различия достигают принципиальных расхождений. Доходит до того, о чём пишет апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись и веровали бесам», пишет он. Вы слышите? Верили в Бога язычки? Да. Кто эти боги? Бесы. Сам Господь Иисус Христос назван, назван у того же апостола образом Бога невидимого. Слышите? Образом. Это очень важно. Значит, в каждой религии свой образ Бога. И вот этот образ Бога и является тем началом, исходя из которого человек строит всю свою духовную жизнь. Поэтому речь идёт вовсе не о том, что в одного Бога или не в одного. Эта постановка неверная. Мы все в разные образы Бога верим. Религия верит своему образу, то есть поклоняется своему Богу. Каждая религия поклоняется своему Богу. Да, по существу Бог один, но в том-то и дело, что каждая религия имеет свой образ этого Бога, и ему кланяется, и по нему живёт, и по нему строит жизнь каждого человека. Вот, поэтому здесь надо быть в высшей степени осторожным. Никакого смешения религии не должно быть. Нельзя. иначе мы дойдём до того, что вместе с шаманами начнём, знаете ли, крутиться и бить в бубны, и не знаю, кому поклоняться. У них свой образ. Вот так. Вот так. Это очень важно, вот этот момент. Так что каждая религия имеет своего Бога, слышите? Своего Бога, своему поклоняемся мы, хотя на самом деле Бог один. Но мы клоняемся каждому своему образу Бога. Своему Богу. Вот так. Следующий вопрос Алексею Ильичу. Не могли бы объяснить, почему в православии так много частных богословских мнений по различным, пусть и не догматическим вопросам, например, толкование шестоднева, спасение, крещение, некоторых вопросов по подслужению и так далее. Ну и далее говорится о том, что вот это разномыслие может быть для кого-то является препятствием к церковной жизни. Прежде всего хочу сказать, вы говорите, что в православии только потому, что немножечко слышите от православных. Если вы обратитесь к другим религиям, точно такая же ситуация. Всюду и везде. Если вы возьмете протестантизм, вообще за голову возьметесь. для них Христос – это Бог, для других Христос – это совершенный человек, для третьих Христос – это, знаете, какой-то экстрасенс сверхмощный. Чего только нет, Боже мой, что вы! Так что эти, так сказать, разномыслия всюду есть, во всех религиях. Если возьмете иудаизм, почитайте хотя бы Евангелие. Стоит почитать и посмотрите, что вы там найдете. Фарисеи верят в Бога, в воскресение, в душу, в ангела, в бессмертие. Саддукеи ни в душу, ни в ангела, ни в вечность. Вы слышите? И в одной синагоге, в одном синедрионе. То есть, одни признают Бога, другие даже Бога не признают. Атеисты фактически. Видите, что было? Это во времена Христа. И это продолжается и так и дальше. Значит, их объединяет другое нечто. Не вера в Бога, а что-то другое. Видите, какие вещи встречаем? Так же, во всех религиях. И в мусульманстве, знаете, сколько вы найдёте ветвей самых различных? Всюду. В индуизме вы вообще не найдёте никакой догматики. Вообще никакой догматики. Что вы? Всюду это. Значит, вопрос не в том, что они есть, а в том, почему это происходит. По очень простой причине это происходит. Вот в связи с этим вопросом хочу обратить внимание на очень важный момент. В православии есть некий принцип, которого, к сожалению, нет в других христианских конфессиях. Какой этот принцип? Мы считаем верным или истинным только то, в чём мы находим согласие всех или большинства святых отцов. только. Это тогда мы говорим. Это непререкаемая истина. Почему так верим Вселенским Соборам, когда они принимали догматические истины? Почему? Потому что там собирались представители уже не просто представители всех православных церквей, но и на каждом соборе. Посмотрите, сколько было святых людей. И затем мы видим, что и эти Отцы Соборов не своё просто мнение высказывали, вы слышите? А когда они обсуждали, всё время приводили, приводили, изучали и приводили мысли святых отцов. Почему Вселенские Соборы продолжались по часу очень долго? Потому что читали одного отца, другого отца, третьего отца, смотрели, как они смотрят. Вы слышите, принцип какой в православии? Истинным, положением христианского вероучения является только то, которое находит все подтверждения в общем или, по крайней мере, в большинстве учения святых отцов. Вот принцип. Поэтому тот, кто придерживается этого принципа и те, которые придерживаются его, там мы находим единство. Как только я не знаю святых отцов или беру только кусочек какой-нибудь или начинаю рассуждать а мне вот так кажется хотя ему всегда отвечают перекрестись если тебе кажется когда так, то мы находим разномысли каких угодно тут все, что угодно стоит только отступить вот от этой платформы единства святоотеческого мнения все начинает рассыпаться вы знаете протестантизм рассыпался на сотни на тысячи мне говорили там за рубежом я спрашиваю они говорят так у нас вы знаете непрерывно рождаются и непрерывно исчезают разные протестантские направления непрерывно сколько сект все от чего происходит забыли святых отцов вы спросите а почему мы должны им верить почему бы нам самим нельзя рассуждать отвечаю кого мы называем святыми кстати очень важный вопрос тоже не просто тех кого канонизировали иногда канонизируют человека какого вот ему говорят отрекаешься от Христа или нет обычный человек вот как мы с вами нет расстреляем нет расстреливают его канонизируют то есть что значит канонизируют показывают пример видите каким нужно быть твердым в своей вере но он по жизни своей совсем он не истребил себе страстей он по жизни еще совсем не тот человек который достиг святости вы слышите это совсем другое мы когда говорим о святых отцах об их мнениях то говорим о тех людям которые показали в своей жизни духовное совершенство вот тогда мы говорим Антоний Великий пишет вот так Арсений Великий говорит да так смотрим Афанасий Великий опять одинаково Сесой Великий опять то же самое и когда мы видим согласие вот этих людей то есть которые очистили свою душу слышите от страстей от этого самомнения от этой гордыни когда мы их видим мы говорим следовательно они уже высказывали не свое личное мнение не то мне как кажется слышите а они уже говорили тем же духом святым которым написано и священное писание вот чем особенность православия и всюду где мы видим где есть вот это вот вот это держится где человек за святых отцов там мы видим единство но скажу вам так еще есть много вопросов о которых святые отцы просто не писали ничего не говорили тогда у нас остается свободное поле для размышлений есть вопросы по которым святые отцы говорили и так и иначе слышите и так и иначе пожалуйста тогда тогда пожалуйста богословы могут считая что вот здесь больше оснований здесь меньше оснований могут придерживаться или той или другой точки зрения но опять как потому что и здесь святые отцы и там святые отцы но не выходя за рамки святоотеческого учения вот чем характеризуется православие и поэтому здесь когда вы говорите о различиях во мнениях и дискуссиях я вам скажу так здесь мы видим причин несколько первая причина когда человек не считается святыми отцами вторая причина когда он когда он абсолютизирует свое мнение отцы говорят по-разному он выбирает одно и говорит так и только так и больше никак ну знаете это всегда так когда у человека гордыни тщеславия то он же говорит так и только так и больше никак вместо того чтобы сказать вот целый ряд отцов писали вот так и я думаю что вот они по такой-то причине это мнение наверное наиболее верное правда же это скромно это нормально когда человек фанатично начинает удержать так и только так тогда приходится разводить руками основная причина разногласий знаете в чем страсти наши вот сейчас вот вы спросили конечно вы не знали вы назвали имя а ведь вы знаете разве можно в церкви вот так начать начать митрополит вот говорит тот один а протеерей говорит это а профессор говорит вот это и все это где будет в интернете какая радость для врагов церкви посмотрите как они поносят друг друга как они не соглашаются какая радость что мы даем это когда-то раньше было когда можно было обсуждать все в церкви а сейчас некоторые безумные я другого слова не нахожу все в интернет выносят сразу и начинают друг с другом какой позор какой срам особенно когда священнослужители начинают друг друга обвинять в чем угодно хочешь ты поговори с братом как в Евангелии сказано согрешил брат поговори с ним возьми потом если не соглашать двух-трех поговори если нет опять опять что говорит будь тебе как мытарь язычник в церкви а теперь все все выносится на весь мир вы слышите на весь мир ни в коем случае я считаю нельзя это преступление это грех когда мы в интернет выносим дискуссию такую обличительную какую-то оскорбление друг друга члены церкви нельзя этого делать никакой пользы мы не принесем а колоссальный урон авторитету церкви и христианству нанесем конечно так что здесь надо быть очень внимательно и осторожным спасибо спасибо огромное еще несколько сугубо практических вопросов связанных с воплощением в жизни того о чем шла речь просит разъяснения о таинстве покаяния точнее о таинстве исповеди зачем ходить к священнику исповедоваться святые отцы советуют проверять свою совесть каждый день и каяться перед Богом в домашней молитве и если искренне раскаиваясь в садении на грехах то Господь слышит и прощает грехи если мы идем к священнику для того чтобы он прочел разрешительную молитву на накающемся то не получается этот простым формализмом когда люди приходят к священнику чтобы открыть свои помыслы и получить совет борьбы с этими помыслами это одно а если для того чтобы просто озвучить грехи то человек хуже домашнее исповедование грехов тем более что в домашней уединенной молитве человек более расположен на обстановке к покаянию потому что у аналойи перед священником больше волнения чем покаяния и как я понимаю еще один вопрос связанный с этим почему священников называют отцами когда спаситель прямо это казалось бы запретило дело в том что когда мы исповедуем свои грехи перед человеком который в данном случае представляет собой свидетеля перед Богом то психологически мы испытываем совершенно другое состояние одно дело я говорю перед Богом другое дело я говорю перед живым человеком который меня слушает психологически это очень важно это это человека заставляет понудить себя вы слышите назвать эти вещи которые бы я не хотел бы никому называть и никому говорить это имеет в данном случае совершается акт акт того понуждения о котором Христос сказал Царство Божие силою берется нудиться по-славянски и достигает его тот кто нудит себя понуждает себя поэтому Церковь ввела ввела это таинство таинство покаяния второе тот кто приходил на исповедь искренне ощутит всегда после исповеди то что он говорит он подошел к священнику сказал об этих вещах батюшка прочитал у него разрешительную молитву человек ощущает после этого вот ту легкость что ли то освобождение которое которое вдруг ну переживается в его душе происходит это некое освобождение в таинстве покаяния действительно ощутимо переживается та благодать Божия которая дается человеку в результате его безыскусной простой исповеди желательно чтобы перед этим перед тем как подойти к батюшке чтобы нужно пожалуйста еще раз перед Богом вспомнить обязательно вспомнить что я сделал и сказать и сказать говорить конечно не все что на свете мы перечислить никогда не можем сказать конечно самое основное и вот тогда этот акт психологический акт понуждения себя он в данном случае является причиной или условием если хотите того что действительно мы получаем облегчение души своей а если есть священник с которым можно у которого можно еще и совет получить то это вообще прекрасно но если даже этого нет ну нет такого священника тогда нужно назвать назвать грехи как перед Богом все самое основное не пишите толмудов этих простите меня что я так выражаюсь когда напишут а то еще дадут батюшку почитай я пока на рынок скажу вот так речь вот не об этом на исповеди надо сказать только самое главное и вот та разрешительная молитва которую читает священник это же молитва не его если хотите это молитва церкви это разрешение от самого Бога и человек ощутит вот то облегчение которое приносит душе исповедь так что это а то что мы говорим что сами у себя это нисколько не отрицается мы и должны сами каяться перед Богом причем должны каяться не только там утром или вечером а тут же вот осудил человека тут же внутри себя господи прости меня я сам 10 раз хуже его тут же надо каяться да это надо но церковь ввела еще таинство покаяния потому что это дает нам облегчение а церковь только об этом и заботится чтобы нам все-таки было легче а в отношении отца так это вообще я вообще удивляюсь насчет отца да что Христосского не называйте отцом ну а матерью можно называть или нет а сына можно называть или нет ну что это такое речь-то идет совсем о другом здесь вот действительно вы знаете мы смешиваем великие вещи с какой-то вот формалистикой речь вот о чем что действительно тот кто может нас родить в жизни вечную только Бог не можем мы ничего сами сделать он единственный отец который рождает нас а все прочие это только те помощники если хотите или наши наши советники наши товарищи наши руководители которые нам помогают прийти к отцу и родиться от него вот в каком смысле а не в том человеческом смысле мы уже не можем отца называть отцом да разве об этом речь если мы так начнем формально понимать этот приточный постоянный характер такой знаете ли вот ну восточный характер то мы можем дойти до весьма таких странных вещей царство божие подобно зерну горчичному ну давайте проглотим это зерно горчичное и ощутим все царство божие ну что же это такое не о земных вещах говорится не земных отношений а о великой истине только он отец который может родить а это все плотское это плотское рождение свойственно всем и животному миру свойственно раз и об этом речь идет не надо смешивать религию и религиозные вещи духовные вещи с вещами с вещами земными это совершенно разные категории вот так я с позволения всех уважаемых слушателей некоторые вопросы просто группирую по нескольку потому что они друг друга повторяют и друг друга задаются на одну и ту же тему несколько вопросов посвящены также практически сугубо борьбе с такими долгоиграющими очень долгими и тяжелыми страстями ну я не буду читать эти записки буквально но речь идет например об однополом величии либо привычке к мелким кражам либо просто привычке к ругане люди просят совета о том как бороться с этими вещами как не ощущать в себе комплексы неполноценности давая оценку своей жизни и в одной из записок задается вопрос о том если человек всегда должен помнить о своем достоинстве как вот как сделать так чтобы это не привезло в некий комплекс и сделать что-то болезненное ну во первых как бороться с этими так называемыми мелкими грехами то скажу о простой вещи не своей а то что мы читаем в Евангелии верный в малом будет верен во многом верный в малом над многим будет и поставлен если мы начнем бороться с тем с чем мы можем бороться то постепенно мы укрепимся и получим силу бороться и с большим это известный закон спросите любого тяжелого атлета он с чего начинал сразу 200 килограмм поднимал что ли ну что вы он начинал с малого и становился каким богатырем так здесь точно тот же самый самый процесс нужно начать начать нужно вот сел нога на ногу так ну сними никто не знает почему не знает почему ткнул телевизор да вдруг взял и выключил это еще я могу сел за стол уже наелся уже весь и рука опять тянется ну перестань ты же наелся никто и не видит этого я говорю надо начать с того с чего мы можем мы настолько действительно бессильные это просто диву даешься ну я говорю о себя извините только надо начать с того что еще можем и тогда мы увидим как начиная с этого мы постепенно сможем сделать большее вот тот же игумен Никон дал такой совет пожалуйста хотя бы раз в день воздержись от того что тебе хочется но ты знаешь что это что это нехорошо и второе и хотя бы один раз понуть себя в день в день хотя бы раз сделать то что тебе не хочется но ты знаешь что это хорошо но трудно начать это делать мы ничего не делаем вы слышите палец о палец ничего не делаем и в духовной жизни и потом к тем ах что же делать у меня в огороде ничего не растет а ты что-нибудь сделал там ну нет я не сделал но что но так вот надо начать с этих вещей в отношении же комплекса так называемой неполноценности нигде мы не видим у святых отцов которые достигали потрясающего смирения комплекса неполноценности мы чего-то не понимаем мы забыли забыли о понимании смирения в христианстве что это такое что в христианстве называется смирением это то состояние которое возникает в человеке при его усилии жить по заповедям Евангелия жить по заповедям Евангелия я привык ругаться непотребными словами все я приду все с этого часа я больше ни одного слова тут же сошелся раз офф сорвался вы слышите вот только при попытке жить по Евангелию я начинаю убеждаться насколько оказывается я я слабый действительно слабый я вижу я не могу оказываться только решил не осуждать и тут же осуждает только решил не объедаться и тут же набил себе знаете ли я убеждаюсь в чем в том что присуще всем оказывается нам мы оказываемся все одним миром мазаны только одни сознаются в этом и говорят да действительно я болен а другие нет я не такой как прочие человеческие я только обжора да а он вор да представляете какое дело так вот смирение это качество это свойство которое проистекает из чего из опыта опыта попытки если хотите жить по-христиански и это познание своей болезненности оно вовсе меня нисколько не убивает а напротив оно оно стимулирует меня к чему к деятельности к активности к активности борьбы с собой самое главное что необходимо в нашей жизни когда я увидел что я болен я начинаю лечиться не правда ли если я не вижу что я болен я этого врача знаете ли иди сам лечись надо увидеть сначала кто я есть и когда я увижу я начну бороться вы знаете вот здесь то и укрепляется воля человека он становится более сильным поэтому самые сильные действительно духом люди были это те которые увидели эти болезни и начали преодолевать их смирение это вовсе не пассивность это вовсе не забит не забитость какая-то это вовсе не пустая покорность какая чепуха только смиренные могли сделать то чего не могли сделать обычные люди митрополит Филипп грозного Ивана обличил публично кто это может сделать это это кто что вы того же Ивана Грозова Псковский Никола Солос когда пригласил его все за стол на столе скатерть и он Ивана Грозова пригласил а там тарелка и кусок сырого мяса а великий пост был ешь Ванюшка ешь представляете что говорит ешь тот я православный человек я мясо не ем постом на что Никола Солос сказал ах мясо ты не ешь а кровь человеческую пьешь вон отсюда прохожий человек это Ивану Грозному кто может сказать кто только вот эти люди которые достигли силы силы через что через познание себя и подвиг борьбы с собой поэтому смирение это сила а не покорность а не какая-то пассивность что вы только сильные люди могли это сделать они могли идти на крест они могли страдать за Христа переносить страшные пытки могли идти идти в ссылки в тюрьмы вот что такое смирение а это искаженное какое-то знаете представление вот я создал ось что смиренный это какое-то знаете ни рыба ни мясо какая чепуха нет это не забитость это сильные духом люди которым может только если хотите по-человечески сказать просто позавидовать к Антонию Великому приходит вельмож ох нет генерал какой-то армии приводит к нему дочку весноватую кельи его говорит Антоний помоги Антоний даже дверь ему не открыл а через дверь сказал ему я грешный человек так же как и ты но если ты веришь во Христа то иди и молись о своей дочке и Господь исцелит ее генерал поверил пошел и дочь исцелилась кстати слышите не отчитывал не брызгал водой не читал никаких молитв двери даже не открыл иди если ты веришь и будь исцелена дочь твоя о как святые поступали вот смирение никого не боялось смирения а как раз те у кого нет смирения на цыпочках ходят перед каждым сильным властным и так далее понятно вот где сила смирения несколько вопросов также связано с какими-то такими громкими общественными в том числе скандальными вещами плясок храма Христа Спасителя наших коллегах моих коллегах дорогих иномарках и так далее вот как нужно оценивать эти вещи как бы вы их оценили и что нужно знать и говорить христианину когда он слышит слова укройкова адрес церкви связано с такими вещами я лучше приведу вам дедушку Крылова чем кумушек считать трудиться не лучше ли кума к себе обратиться этот батюшка поехал на дорогой машине а у меня и Жигулей никак не могу несчастных приобрести и даже не знают почему у него такая машина и что даже не понимают не понимают и не хотят заняться этим откровенная зависть откровенная неприязнь часто являются движущей силы потому что если по-христиански то простите когда я буду поставлен по какой-то судьбе Божией скажем судить об этом да тогда я поговорю об этом батюшке тогда я поговорю об этих плясавицах или о чем-нибудь тогда я буду говорить а здесь что я говорю душу изливаю какую какую зависть желчь неприязнь это что по-христиански зачем же это делать каждый должен быть на своем месте и судить тогда когда он обязан судить если он не обязан умолчи лучше вот так есть люди которые этим занимаются которые на то поставлены не их дело сделают они все правильно по справедливости слава Богу не сделают это их грех а я то при чем тут что я буду говорить об этих вещах ну спросят я могу сказать да эти плясавицы хулиганки конечно но пусть ими занимаются соответствующие инстанции государственной власти вот и все а мы христиане можем только сожалеть как печально что такие вещи происходят в нашем мире жалкие люди на что на что свою жизнь тратят бедные они же не знают сегодня живы завтра умерли и что они не понимают Макарий Великий назывался земным Богом за что за необыкновенную любовь к согрешающим а мы то этой любви к согрешающим и не имеем поэтому направо налево мы только и осуждаем всех только и осуждаем не наше это дело будем мы теми кто поставлен повторяю еще раз должны произнести суд праведный когда поставлен а когда не поставлены что мы тогда лезем спросят опять надо со всем благожелательством называть называть вещи своими именами а не просто с какой-то знаете неприязнью со злостью со злобой осуждать осуждать людей это не христианство такое поведение надо всячески удерживать себя от всякой злобы от всякой неприязни вот это наш закон не судите да не судимы будете 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 судьей судите пожалуйста а тут что мы отводим душу свою слышите ну правда же душу свою отводим в чем желчь свою изливаем ой да чего аж мы хороши боюсь что лучше ли мы этих плясавиц или прочих других людей будем осторожны не надо ранить себя вот несколько вопросов посвящены тоже таким вопросам стратегического выбора в жизни в жизнежизненном пути причем в одном случае это вопрос уже еще подлежащий решение в другом я понимаю уже решенный теперь речь идет о последствиях что для православного человека главнее сегодня спасаться самому молиться уйти на послушание в монастырь или же заботиться в первую очередь о душах ближних заботиться о внедрении веры православной в народ в возрождении храма как определить как лучше спасти свою душу а второй вопрос как уберечь ребенка от современного влияния и установок в частности в школе это видимо от того кто выбор уже в свое время сделал глубокое непонимание в первом вопросе представьте себе я тону захлебываюсь что я должен делать другие тоже там где-то такое тоже тонут где-то я вижу но я захлебываюсь что я должен сделать прежде всего в самолете знаете когда показывают вот эти знаете что делать в раннем случае то в частности говорят прежде вот эту маску одеть если у вас ребенок прежде оденьте себе а потом ребенку какой эгоизм какой ужас да Ник неужели непонятно что если вы сами будете не способны если не оденете то вы ребенка не спасете так и здесь то же самое посмотрите на жизнь святых того же Серафима Саровского посмотрите сколько лет он подвязался прежде чем выйти к людям и начать действительно говорить им и говорил так что действительно спасались люди а мы полностью в страстях полностью иногда и лезем учить других когда когда уж волей Божьей поставлен человек на это ну волей Божьей уже судьбой поставлен он должен говорить вот он стал священником он обязан говорить хотя он сознает что он грешный человек что он такой же как все что может быть если хотите хуже даже сознает себя так но он обязан промыслом Божьим он поставлен и он должен выйти нам вон и говорить насколько это возможно, людям о том, что им необходимо. Противопоставление, себя ли спасать или других – это высшая степень неразумия. Что вы! Я не могу никому помочь, если я сам не в состоянии. Я весь в параличе, не могу двинуть пальцем, а я сейчас помогу всем на свете. Интересно, что бы мы сказали о том человеке, который, не умея играть на скрипке, начал бы обучать других играть на ней? Сказав, посмотрите, как это интересно, как это здорово! И взял бы смычок, но не с той стороны. Да ещё струна неизвестна, чтобы как настроил. Красота какая была бы! Вот это, к сожалению, происходит, когда люди промыслом Божьим, непоставленные на стезю учительства вдруг начинают всех направо и налево учить. Какая беда! Это беда! В семье обязан отец учить или мать, обязаны детей учить. Почему? Они поставлены на это. Вы слышите? Вот так. А противопоставлять, себя ли спасать или других спасать, это просто, просто, ну, неразумие и больше ничего. В отношении же детей, ох, это сложный вопрос. Сложный в каком отношении? Что, к сожалению, мы всё время говорим о том, что нам делать с детьми. И ни разу ещё за всё время, сколько мне приходилось выступать, ни разу не было вопроса, что нам, родителям, делать с самими собой. Ни разу. И я понял, мы, родители, хороши, но вот дети у нас что-то такое, они туда идут. Ах, как бы им помочь! Просто замечательно! Чувствуете, в каком мы находимся заблуждении? Себя надо, себя нужно начинать. И насколько возможно, ребёнка говорит, давай вместе исцеляться, вместе работать. Потому и происходят все эти события, что и дети наши попадают в такие ситуации, что мы сами себя над собой не работаем. Надо же понять, что закон не ложный, истинный закон. Дух творит себе форму. И когда мы, родители, живём просто по страстям, не удивляйтесь, что и дети наши попадают в такие сообщества. Попадают в сообщества чего? Страстей. Только ещё худших, более сильных, чем даже, может быть, в нас. Не ведём мы христианской жизни. И потому нет никакой надежды для тех, кто именно такой образ жизни ведёт, уж он сделает что-то своим детям. Невозможно это. С себя нужно начинать. Начать в семье вести образ жизни христианский. Дисциплина в жизни должна быть, разумная дисциплина даже. Что ведь такое христианская семья? Там всё разбросано, раскидано, каждый подходит, хватает из холодильника. Кто что хочет, то берёт. Даже элементарной дисциплины нет. Даже перед тем, как принимать пищу, даже не перекреститься. Уж не говорю молитву, не прочитают. О чём говорим мы? В церкви всё должно быть благообразно и по чину. В церкви речь идёт не о храме же идёт, речь-то. А в церкви, то есть в нашем обществе христианском, благообразно и по чину. Своих девочек что мы делаем? Как одеваем? Идут выше крыши. Так только в публичных домах одевались и одеваются. И, пожалуйста, и мы это делаем. До чего доходит дело? И потом хотим, чтобы они, да, были христианками. Если мы с себя не начнём, то мы ничего детям не сделаем. Извините, но это факт очевидный. Несколько вопросов есть также, касающихся таких исторических и оценок, и, с другой стороны, предчувствий некоторых. Вот, например, люди задают вопрос о том, какое имеют значение какие-то такие круглые или некруглые даты в истории человечества. Что, например, начало двух последних столетий было отмечено мировыми войнами. Стоит ли нам ожидать чего-то подобного в нашей истории? А в одной из записок очень такой горький вопрос задаётся. Есть ли вообще вера в нашем народе? В отношении первого, я вам скажу, оставим мы все эти вещи – цифры, эпохи, вехи. Что мы об этом всё? Так как нам хочется цепляться за что-то внешнее. Что же мы делаем? Это есть, знаете, в иудаизме есть такая, скажу, ну, секта, что ли. Каббала, где, конечно, цифры, знаки, буквы и прочие вещи имеют огромное мистическое значение. И у нас часто тоже. Как это легко мы поддаёмся на это? Вот два столетия там или три столетия начались. А сколько столетий было, ничего не было. На это мы не смотрим. Какие-то малейшие совпадения, тут же за них хватаемся. Вы слышите? Мы постоянно отвлекаемся. От своей души отвлекаемся на что? Ну, вот эти всякие внешние совпадения, числовые и другие. Так и тянет. Главное, лишь бы только на свою душу не обращать внимания. Причём именно-именно так. Всю душу отдаём. То шестёрки всюду начинаем видеть, то штрих-коды. Чего только нет. Вон, оказывается, где Беста. Видите? В штрих-коде. Ну, хорошо, ну, давайте тройки туда поставим в штрих-код. И что? К Святой Троице возлетим тут же, да? Что за чепуха такая? Какая-то кабалистика настоящая. Что мы делаем? Поэтому никакого значения не имеют все эти цифири, все эти совпадения. И оставить надо это. И свою душу не загружать. Не загружать подобного рода вещами. Ну, в отношении веры в народе я вам, знаете, что лучше процитирую? Был такой юродивый, знаменитый. Тихон Архипович. Это во времена Петра Третьего. Это 18 век. Он, Пётр Третий, кратковременно был всего ничего. Петром Третьим был. Но он был такой юродивый, очень сверху. Тихон Архипович. И он говорил, нам, русским, никакого хлеба не надо. Мы едим друг друга, и с нас этого достаточно. Вот вопрос, видимо, так очень написан, видимо, в торопях, потому что, видимо, человек очень с большим таким нетерпением его задавал. В чём заключается свобода выбора, если предоставляется такое явное разграничение между добром и злом и подразумевается наказание за стремление к озлу и награды за добро? Или, может быть, это для свободы быть свободой? Ну, прежде всего хочу сказать, что никаких наград и никаких наказаний. Вот мы, видите, мы прям католики. Они православные. Оказывается, когда к врачу приходят больным туберкулёзом, и он ему рекомендует и посылает его в какой-то хорошей санатории, это он его награждает. А когда к нему вдруг приходит, корчится весь, ему говорят, аппендикс воспалился, боли, он его тут же на стол и резать. Ах, это наказывает! Вот так мы о Боге думаем. Никак не хотим мы признать, что мы больны, и потому с нами происходят разного рода вещи, и приятные, и неприятные. Бог есть врач. Врач какой? Любвеобильный и премудрый. И в отношении каждого человека, каждого человека он создаёт условия, наиболее благоприятные для его обращения к самому себе и к Богу. Нет у него наказаний, и нет у него наград. Ибо Бог есть любовь. И только любовь. Лечит он, а не калечит. Врач он, а не палач он. Вот это нам очень трудно, оказывается, понять. Как легко, когда наказывает, награждает. У соседа сгорел дом, так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи! А у меня-то всё нормально. Да чего же я хорош? Вы слышите, что мы проповедуем-то тогда? Это что ж такое? Помните, Христа ученики спрашивали? Отчего, Господи, да, родился слепым, слепорождённый? Кто согрешил? Он ответил, но никто не согрешил. Совсем причина в другом, что этот слепой только в этом состоянии мог действительно иметь наилучшие условия для обращения, для принятия Христа. В данном случае мы не знаем всех путей Божьих. Мы не видим сами себя. Но Бог есть только любовь и больше ничего. Это же надо понять. Поэтому не надо думать, что если у меня сейчас хорошо, значит, я праведный. Если заболел, значит, я согрешил. А пока у меня всё хорошо, я ничего не грешу, значит. Какой сам обман! Бог любого терпит, даёт нам всё, что можно дать. Вот если бы, если бы, надо сказать, Он бы мог нам вот сейчас всем дать Царство Божие. Вы слышите? Ну, попробуй, дай мне, например, только дар чудотворения. Я таких чудес сейчас натворю, что всю Россию перевернул. Ну, разве можно нам дать? Пока мы все наполнены. То ничего нельзя. Чуть-чуть человек что-то сделает, я его уже осуждаю, готов, не знаю, его съесть живьём. Ничего нельзя нам дать. Вот почему у нас происходят скорби, нестроения и так далее вещи. Сами мы творим себе судьбу. Если защищая свою жизнь от грабителя, это, видимо, очень теоретический вопрос. Серьёзно. Стоишь перед выбором, или его убить, или быть убитым. Как поступить? Согрешить, отняв у него жизнь, защищаясь, либо быть убитым, подставив левую щёку? Мне кажется, что реакция человека будет зависеть не от того, от чего сейчас вот мы можем поговорить и высказать ту или другую точку зрения, а совсем от других вещей. Вы знаете, убить человека – это дело очень страшное. И когда человек оказывается поставлен перед вот такой ситуацией, это говорит о чём-то, о чём-то очень важном, происходящем в его душе. Так просто это не случается. И если оказывается человек в такой ситуации, то у него тут уже фактически срабатывает. Слышите? Срабатывает. Он же тут, ему некогда думать. Он или убивает, или не убивает. Но этот акт является следствием его всей предыдущей, предшествующей его жизни, его духовной жизни. Вот это надо понять. Не просто так. Это же не случайно происходит. Допустим, убивает. Убивает этого напавшего человека. Вы что думаете, даже когда он правый, справедливый, и убивает его действительно, потому что защищает, например, свою семью, вы что думаете, это просто так убило всё? Нет. Все говорят, с которым происходило это, что какие серьёзнейшие переживания в его душе происходят. Так что ничего случайного нет. Поэтому нужно спрашивать не о том, убивать его или он убьёт меня. Слышите? Это уже следствие нашей предшествующей духовной жизни. А нужно говорить о другом. Как я должен жить, чтобы не оказаться перед лицом такой страшной ситуации? Вот о чём мы должны говорить. А сказать там – это уже невозможно. Это просто невозможно. Вы сами понимаете. Потому что ситуации-то могут быть настолько различными, что их никак нельзя ни предвидеть, ни описать. Я думаю, вот так. Вот ещё один очень, в данном случае, практический вопрос. Совсем не теоретический. Потому что видно, что человек долго над этим размышлял и боролся. Возможно ли осуждать поступок совершаемый кем-то, не осуждая и любя, и заботясь о человеке, который делает это не должное дело или слово? Ну, да, возможно, но смотря на какой ступени мы находимся. Обычно у нас рассуждения часто сопрягаются с осуждением. Потому что у нас так и, простите меня, прёт осуждение. Не можем бесстрастно рассудить и сказать, да, вот здесь это неверно, а здесь это правильно. К сожалению, к нам тут же примешиваются наши страсти. Это возможно, но для этого нужно достичь, я бы сказал, высокой, достаточно высокой степени, ну, очищения души. Практически же у нас происходит всегда рассуждение сопрягается с осуждением. Тем не менее, мы должны часто рассуждать. Жизнь заставляет нас рассуждать. Обязаны просто. И здесь только надо что? Ну, бороться с собой, наблюдать за собой, чтобы к рассуждению не примешивалось, насколько это возможно, осуждение. И это будет самый правильный подход. Есть также несколько тоже сугубо практических вопросов о том, как научиться понимать богослужение, как научиться его слушать, как научиться понимать церковно-славянский язык, слуха, например. Также практический вопрос о том, может ли быть, например, православная литургия, если совершена в здании католического храма, ну и так далее, вот такого рода. Ну, как научиться? Как-то Сократа спросили, этот древнегреческий философ, знаменитый, как пройти вот туда-то? Он говорит, нужно идти и идти, и дойдёшь. Так и здесь то же самое. Как научиться? Надо учиться. Купить словарик, церковно-славянский, русский такой словарь. Они продаются, Дьяченко. Посматривать эти незнакомые слова, купить книжечку, книжечку, порядок богослужения. Это не так трудно. Это же совсем не сложно, чтобы начать понимать. Это же не какой-то язык, знаете ли, там уж такой варварский английский язык, и то теперь, смотри, только все и швыряются, скоро и русский язык забудут совсем. Так? А в отношении того, чтобы... чтобы... В смысле переводы, я понимаю, подразумевается здесь. Я всегда отвечаю одним образом, говорю. В течение русской истории происходила постоянно адаптация славянского языка. Мы сейчас с вами не поймём совсем старо-славянский язык. Совсем не поймём. Тот, который церковно-славянский, это очень адаптированный язык. Очень. Так вот. Но прямой перевод на русский язык сейчас – это будет ужасно что-то. Это равносильно тому, что стиль барокко превратить в стиль барака. Вот что это. Потому что славянский язык – это красивый язык. Посмотрите, Пушкин пишет там свои стихотворения. Сколько у него славянизмов подчас! Это же красивый язык! А современный русский язык – Боже мой! Это действительно уже стиль барака. Но не Обама-барака, правда. Вот так. Поэтому переводить, мне кажется, это не нужно ни в коем случае. А вот постепенно адаптировать его там многие непонятные, может, слова, которые можно перевести также славянским образом, это было бы, конечно, замечательно. Служить литургию. Служить литургию можно везде и в чистом поле. В древней церкви, вы знаете, часто языческие храмы превращали в христианские. Конечно, выносили оттуда статуи богов и богини, естественно. Освящали, ставили крест, иконы и совершали литургию. Так и здесь то же самое. Так и здесь то же самое. Если другой никакой возможности нет, то почему же нельзя? Можно совершить литургию. Но я говорю, когда нет другой возможности. Но с соответствующим, конечно, отношением. Хотя бы с малым, небольшим освящением. И тогда можно. Дело не вместе, не место определяет суть дела, а то, что мы делаем и как мы делаем, и как мы относимся к этому. Спасибо.